вот я прошел напротив плотникового дома там Володина машинка стоит а тут Виктор Николаевич Савченко живет это его дом перекупил у Миши Никитина эти большая тарелка вот у него все тут как надо ну сейчас тут что-то закупает много труба такая Николай Пальгуев приехал вот он ну почему-то у него номер не алтайский алтайский номер это 22 а здесь 44 как ли не горный Алтай вот он приехал вся машина потому что пошли дожди и он пробрался мастер я на улице они еще не знают что я иду снимать в памяти оставить ага привезен сварочный аппарат Витя добыл тут кислородный баллон вот он лежит смертельно опасная бомба ну а тут что у Виктора тут огородчик помидоры растут он самостоятельный все у него есть бочка тут стоит и сейчас я посмотрю что они тут делают о шланги идут можем гости да но слава господу мир вам с миром принимаем о какие люди как пробрался ты ну вот я держу слава богу застревал нет 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 ну я думаю слава богу доехал нормально ну еще поправим а нет доброе а тут ничего и не ломалось а не ломалось сейчас вот все сделаем и все одно сделаю уже ну разве что дырочка тут вот была это мелочь заварим сейчас котел повесим а еще дырочка не понял ну а дырочка вот а в трубе ну это когда еще предыдущие заморозили надо заморозили предыдущие хозяина мелочи ну и на сколько эта работа примерно вот это еще может быть часика полтора а как рассчитывается ведь обито будет чем ну как мы в твердой валюте берем зелеными зелеными евро рублей конечно ну ладно у нас благополучно идет все слава богу молились всегда так и там у нас все твоими руками ну живыми сделано вот что-то сделать еще бы покажи виктор что-то накупил то еще а там чё показывает нахив комнате я думал а ты куда-то пошел здесь еще все я же еще не интересно не устанавливал мы находимся у тех которые никогда не скажут там снимать не надо ли еще глупости эти 0 это линолеум до купил щиток распределительный здесь счетчик будет 380 вольт электрокотел подключаться в новом учителям льгота до двери такие вот а то что двери такие на какие же это двери горлошками это нечаянно упадет ребенок электрический обогреватель а вот а как он убивает и в какую температуру надо он устану установил и нужно обогреватель в котле или в комнате в ком не то что в комнате электро нагреватель воды воды до того дня горячая вода я думаю чтобы как это раньше козла включали чтобы грел от проволоки вот ну все там всякие тумбочки душевая но она все еще здесь укомплектована фанера это все пригодится вот так насос а это что сзади вон там премудрость вот это да а это труба подарил владимир галендухин из урала на школу телескоп телеску уже смотрели и вот это лежит тоже плинтуса плинтуса и во что-то разорился во сколько обошлось сейчас секрет ищет начнут кредит ищет буду да да но нормально ну ну прямо скажешь под силу нет это под силу слава богу от силу ну кабели разные потом изоляция гофрированная это все надо очень серьезно делать но барабаши установили два года назад я вот мои примеру ну конечно удобно на кнопку нажал и греет ну греет а сколько высчитывает ну высчитывает это учителям то льгота на 50 полностью порт они рассчитываются на следующий месяц им до возвращает вот все это необходимо всякая замазка краски все пригодится в хозяйстве у тебя проще чем у меня я за первый мостик не могу переехать бульдозер перетащить через топкое место советую со всеми не знаю что делать никто не знает да так так это тоже у тебя покупка кому комод еще 7 тоже нагреватель для воды это уже большой нагреватель для душа ну а тут мелочи у меня пришел то с корыстной целью и когда сможешь пойти с нами в лес попилить ну примерно может быть так сегодня у нас еще вторник до вторник сегодня 21 июня может быть завтра завтра да согласен вот батюшка просил но не будет по 8 метров там переходи через у вокзала это траншею надо выпилить три хороших клёна на потом нам восьмиметровых напилим и этих трехметровых я сейчас терентиям договорились подсохни что по трассе ездить можно было ну давайте на завтра договоримся и потом на на рыжковский на южный пруд на котором валили там деревья подготавливать будем все когда ты их расчленишь там тогда мы начнем отдельно вытаскивать и в одним днем не отделаешься работа очень большая у нас ну вот как то надо совмещать все это но я только тебя зависит мы готовы совмещать чтобы не от лето пока надо это все делать конечно ты пока николай пока его не отпустишь при нем будешь а тут маленько может подсохнет ну да сегодня сыра завтра я думаю суши завтра если мы здесь это сделаем все мы тогда сразу кинемся на южный пруд там старый вал зарос его полностью освободить надо и тогда приедет начальство посмотрит с бульдозером ну и думай как через первый мостик нам переехать у меня мозгов не хватает вот это электросчетчик на 380 вольт вот она какой энергомера вот один счетчик еще стоит там 2 с лишним он там такие ужасы ноты все так так то она ничего не понятно когда вот установлена все тогда уже понять не будет так николай примерно сколько здесь проводит но он еще же не будет варить уже не котел потек куда посадила тебя посмотрим поэтому несколько брат тряпку как все работа один дрова колет это почему я говорю сидя колешь на год пробовал лежа неудобно вот я тебя увидал и сразу вспомнил но соблюдай безопасность для николая смотри а то тут то нам всем тогда достанется от надежды иванова ну конечно другу правительскую как хорошо бы кран здесь это вот так как и у тебя новинки в комнате то есть нет с прошлого года нет а вы все снимали там там ничего сюда же осталось сколько у тебя вещик овечек но и в ковчег 8 но но и в ковчег пятеро ягнят первое значит так плюс 8 плюс 5 нет всего взрослых и 5 мелочи ну хорошо окатилась 1 2 2 3 3 по возрастающим мы все остались живы или умер один все таки меня не было здесь и я как раз у отца был а комары тебя как комнату попадают вот я только один раз видел он вылетел подлец отсюда вот как только закрываю перебив комаров нету номера открою но у хотел вентиляцию все такое чтобы то жарко душно даже здесь и начинает видно я даже и не вижу их ну да еще что это живет человек сижу читаю лампа включая и вот как вот знаете немецкий мессершмиттер угол такой нарастающий туча залетает в комнату ну потом догадался я думал что из-под пола залез под пол там ничего нету ни одного комарика им там зачем сидеть там холодно и неинтересно прямо из трубы она сейчас напрямую помните там колено шелу когда и убрала я у миши спрашивал он говорит ну чтобы обогреваться там чтобы спину греть он там отдыхал где на крыше и он сделал такой вот зигзаг неудачи или удачи ли не знаю и от этой барабок вверху делается чтобы искры не летели называется барабок напрямую вот они комары и суда этот понятно шли хорошо все бог помощь вам все христоси ушел